Я начинаю делать видео, открытый доступ. Спасибо. Разрешаем задачу номер 57. И будет такое. Даны три точки. А, В, С. Координаты. Нет, точка я изучаю, я большой буквы. А, В, С. Возле каждой точки запишем координаты. Значит, 3, минус 4, 1. Вторая точка. 5, минус 7, минус 3. 5, минус 7, минус 5. Да, 5, минус 7, минус 3. И третья точка. 5, минус 6, минус 1. Предлагается написать уравнение плоскости, которое проходит через эти три точки. И такое уравнение, у которого коэффициент при х равен минус 2. Значит, уравнение плоскости вообще имеет вид, давайте напишем. уравнение плоскости имеет вид, а маленькое х, а маленькое умножить на х, плюс b маленькое умножить на х, плюс c маленькое умножить на z, минус d, равняется нулю. Значит, нам надо найти коэффициенты всех вот этих три а, b, c и d. Значит, можно решать на прямую. Нам сказано, что коэффициент при х равен минус 2, то есть а маленькое уже равно минус 2. И дальше мы можем находить остальные коэффициенты. Таким способом мы какую-то похожую задачу уже делали. давайте будем в списке вот этих вот видео выложенных на минус. Давайте сейчас можем эту задачу решить и другим способом. Через уравнение плоскости, проходящих через трикзава на минус 2. Давайте напишем такую формулу. Значит, вы видите вертикальную линию. Это будет детерминат матрицы, вертикальную линию. И в первой строчке пишем такие вещи. x минус x ноликовый. Минус x ноликовый. Так, дальше делаем… нет. Напишите x минус x ноликовый поближе, чтобы было видно, что это одна форма. x минус x ноликовый. И дальше делаем код стоп. То есть следующий элемент. y минус y ноликовый. И дальше пишем z минус z ноль. И если можно, то пишите немножечко крупнее, потому что, ну, возможно, найдите плохо отображаться. Ну, я не знаю, конечно, как это будет. Ну, видно, но приходится напрягаться. Следующая строчка. x один минус x ноликовый. y один минус y ноликовый. z один минус z ноликовый. И следующая строчка. x два минус x ноликовый. y два минус y ноликовый. z два минус z ноликовый. Закрываем чёточку вертикальную. И пишем равно 0. Значит, вот такое уравнение. Называется уравнение плоскости, проходящее через три заданные точки. А где здесь видны заданные точки? x ноль, y ноль, z ноль – это одна точка. x один, y один, z один – это вторая точка. x два, y два, z два – это третья точка. В нашем случае эти точки А, В и С. Давайте мы теперь конкретно вместо вот этих вот x ноль, y ноль, z ноль и прочих подставим координаты наших точек А, В и С. Значит, получится определить. То есть опять вертикальная линия. Можно ли? Да, можно. А, 2 минус 4. Не-не, подожди, подожди, подожди. x, который без номера, это просто x. Оно таким же и останется. Значит, будет x отнять. Давайте в качестве первой точки возьмем А. Значит, будет x минус 3. Дальше следующее. Пробел делаем. Отступаем. Значит, y отнять минус 4. В скобках напишем минус 4. Так, потом делаем еще отступ. Пишем z отнять 1. Так, теперь вторая строчка. x1 это координаты точки В. Нет, подожди, вот вместо x1 уже станет координаты точки В. Значит, у нас будет 5, отнять 3. Дальше здесь будет минус 7, отнять минус 4. Нет, не отнять 4, а отнять минус 4. 3. Дальше будет минус 3, отнять 1. Понятно почему, да? Да. Так, 2 точки C напишите сами. Угу. И напишите 1. Теперь вот там, где цифра от всех разнимается, то есть эти вычисления можно проделать и немножко упростить. Значит, пишем вертикальная линия опять. x минус 3. Ну, первая строчка переписана, она так и так не поменяется. А во второй, третья строчка, просто выполним вычисление. И это равно 0. Вот. Дальше надо было бы посчитать как пределитель, используя там миноры или какую-нибудь еще технику. Но, если мы сейчас начнем это делать, у нас уйдет много времени. Давайте мы воспользуемся программой Вольфрам-Альфа. Значит, кто-нибудь, пожалуйста, зайдите в своем телефоне программу Вольфрам-Альфа. А вы сейчас на доске не обойдите, кто его напишет, и что надо туда вводить. Программу Вольфрам-Альфа. Значит, пишем это в виде... Нет, не там, не пойдет. Да, где много места. Пишем это как одну длинную строчку. В Вольфраме-Альфа есть такой... Желтый прямогольник для ввода условий. И там есть кнопочка для вычисления. Значит, пишем такую формулу. Сначала пишем D, значит, мы требуем вычислить детерминат. Потом ставим углую скобку, маленькую, а обычную другую скобку. Потом ставим две квадратные скобки. Две открывающие квадратные скобки, да. И в этих квадратных скобках сначала через запятую пишем первую строчку нашей матрицы. Значит, будет x минус 3, запятая, y, ну, минус минус 4, это будет y плюс 4. Так? Дальше z минус 1. И после этого закрываем одну квадратную скобку. Ставим заглядную. Потом снова открываем квадратную скобку и пишем через запятую уже вторую строчку нашей матрицы. 2, запятая минус 3, запятая минус 4. Так. Да. И дальше пишем опять же квадратных скобках через запятую с заглядами третьей строчки нашей матрицы. Дальше вторую квадратную скобку тоже закрываем и круглую скобку тоже закрываем. И вот это будет у нас на карминант. Ну, то, что он равен, мы сами потом допишем. Давайте попросим в Альфран это посчитать. Если кто-то тоже уже убел, то подскажите, пожалуйста, что получилось на выходе. Так, посчиталось, нет? Это программа манта. Что? Программа манта. Да, программа манта. Какой фра манта. Альфран это уже? В матерце нужно? Нет, вот то, что написано, что он написал, вот это надо отбить туда. Куда я отбил? Да. На отбите равно. И оно должно посчитать форму. А-а-а. Минус хвоится, минус 4, минус 12. Продиктуйте, вы запишите. Минус хвоится. Минус 4, плюс 2, минус 12. Вот, и это мы должны приобрять к выру. Там 12. Вот, получилось уравнение нашей плоскости. Удовлетворяет ли оно требованию, что коэффициент перед х должен равняться минус 2? Да. Удовлетворяет. Это нам повезло. Могло бы получиться, что здесь был бы, допустим, коэффициент не минус 2, а 2 минус 1. Тогда что надо было бы сделать, чтобы коэффициент привести к виду минус 2? Умножить. Все уравнение целиком на двойку. Или на такой нужный коэффициент, чтобы коэффициент перед х стал равен минус 2. Если у вас после такого детерминатора получится не то, что нужно, то вы просто домножаете уравнение на какой-то коэффициент, все целиком, и делаете коэффициент равным минус 2. Вот. Вот. Вот.